Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Артём Филимонов, участник программы «Открытый микрофон». Артём, здравствуй! Привет. Ну, расскажи, как это было? Я, кстати, там был Тёма. Мне просто неудобно. Нет, это нормально, но это такое, зато упрощает беседу, согласись. Тёма как-то сразу свойский парень, да? Хорошо, свойский парень Тёма. Расскажи, как это было. Как это было, как это было. Эмоции какие. Вот ты вышел на сцену, да? Что ты почувствовал при этом? Кураж. Я был на кураже. Но это было видно на самом деле. Да, наверное. Ну, то есть это было вот такое вот истинное состояние, тебе не было вообще ни страшной, ни капельки, никакого там мандража не испытывал. Нет, ну, естественно, вообще всегда, когда ты выходишь на сцену, есть какой-то мандраж. И если он пропадает, значит, что-то пошло не так вообще. Он всегда должен быть здравый, чтобы ты был в такой стрессовой ситуации, организм был. Но тогда я был... У меня был такой здравый пофигизм к этому. То есть я не питал каких-то надежд, что я куда-то там пройду, попаду или что-то. Мне было важно выйти, выступить классно для этого зрителя, рассказать им что-то, что мне очень хочется рассказать, и всё. Ну, вот когда зритель начал там уже просто в угаре смеяться, и да, там тебя принимали на самом деле, на ура, вот, то есть ещё больше в раж вошёл, как? Ну, конечно, приятно, когда... Ну, да, ты заводишься. Когда заходят шутки, ты всегда немножко заводишься и начинаешь ещё сильнее давить, скажем так. Это... Комики. То есть ты у нас вот считаешь себя, позиционируешь себя комиком. Это очень... В России вообще слово комик из-за некого созвучия, кое с чем, очень как-то странно воспринимается, но по факту, если... А это всё от слова комедия. Комедия, комик, да. Стендап-комик. Вот так, наверное, более правильно. Стендап-комик. Хорошо. Стендап-комик. А как вообще ты дошёл до такой жизни? Ну, в смысле... А, вот жил-жил человек, да? Никого не трогал. И тут хоу-стендап-комик. Вот как? Да нет, ну я же занимался КВНом очень долго, да? Была команда Будка Гласности, я не знаю, может быть, ты помнишь? Может быть... Ну, помню, помню. Вот. И мы играли, играли, потом как-то она перестала существовать, потому что, наверное, мы выросли. Выросли всё-таки. Возраст, да. Вот я помню, вот я смотрела, да, вот эту программу про выросли. Да, а вот теперь всё, мы выросли, и как-то... И организовалось какой-то вакуум, и мне хотелось всё равно на сцену и вот что-то юморить, не знаю. И я решил вот заниматься стендапом, его не было в городе. Ну, были какие-то попытки сделать его, но не было какого-то вот прям такого целенаправленного течения, вот. И мы вот у себя в баре, в баре «Червячок», мы начали делать эти вечеринки. Сами, просто у себя. То есть всё началось с бара, ты начал там выступать? Да, мы просто начали делать обычные вечеринки, они тоже имели название «Открытый микрофон». «Открытый микрофон» — это вечеринка стендапа, в которой может любой человек участвовать, выйти и рассказать. То есть ты можешь прийти тоже, выйти просто и рассказать о том, как ты работаешь на телеканале «Город». Я подумаю. Подумай об этом, всем было бы интересно, как тут всё устроено. Я вот вижу, а ты расскажешь. Вот слушай, ну я так вот думаю, наверное, да, вот какая-то вечеринка, наверное, закончилась тем, что тебе сказали «Тёма, давай как бы в Москву». Нет, нет, это сугубо моё личное решение. Просто я знал, что проходит стендап-фестиваль в Москве, вот, и очень хотел на него поехать. Знал, что он будет, и я туда поехал. Это вообще абсолютно не... Ну я ещё подбил несколько ребят тоже с Рязани, вот, и мы там, так сказать, нас был человек пять, которые там выступали. А вот, кстати, когда ты поехал, ты сказал кому-то там, родственникам, знакомым, друзьям, я поеду? Ну да, все знали, что я поеду. Что сказали? Да удача, что я не знаю. Ну это как в том материале, который я читал, что когда ты в 30 лет начинаешь ехать куда-то на стендап-фестиваль, все типа, господи, когда он перестанет этим заниматься? Я не знаю, просто, братан, ты чем ты занимаешься? Вот, но я к этому привык, я над этим юморю, и я над этим стебусь, можно даже сказать, как-то по себе, потому что если что-то полная ерунда, нет никаких рамок возрастных для какого-либо рода деятельности вообще абсолютно. А ну когда ты перестанешь этим заниматься, вот спрашиваешь сейчас, наверное, точно глупо, да? Ты только начал этим заниматься. Да, сто процентов. Ну вот смотри, ну вот как бы КВН это одно, это какая-то группа, это команда, да? Во-первых, это ты не один. Да. Стендап, это, пожалуй, наверное, самый сложный вид юмора. Да. Стендап, вообще, это, мне кажется, один из самых сложных видов публичного выступления. Вот, есть фильм, он только вышел недавно про стендап-комедию, про комиков, правда, зарубежных, вот, и там один из комиков, он говорит такую фразу, он говорит, что ты можешь собрать стадион, вот, сегодня я могу собрать стадион, там, на 10 тысяч человек, выступить там со стендап-комедией, будет фурор просто огромный, а на следующий день я приду в маленький бар, где будет сидеть 70 человек, и я там плохо выступлю. Просто ужасно. То есть я могу облажаться там же, потому что я буду читать какой-то новый материал, я чуть не словлю настроение, зал будет какой-то уставший, и все пойдет не так. То есть ты никогда не застрахован от провала. И в этом, наверное, какой-то свой кайф вообще, того, что ты вот всегда на каком-то вот этом стрессе, что будет там, вот ты выходишь, ты не знаешь, какой зритель. Ты начинаешь говорить, и вот тут начинается что-то понятное, и это такая игра начинается. Это интересно, в общем. Ну, это и смотрится интересно. Мне, кстати, вот, ну ты, да, говорил, что ты не особо можешь что-то разглашать, но я думаю, не великой тайна, да. Вот ты стоишь и рассказываешь. Ну, естественно, это выглядит так, как будто ты это рассказываешь, это все прочувствовано, это все ну, выглядит как правда, да? Вот как ты это делаешь вообще? То есть, вот смотри, ну, берёшь какую-то бумагу, пишешь, потом учишь, потом думаешь, так, мне вот не забыть вот эти вот четыре слова, суфлёр, вот у меня есть периодический суфлёр, да? Но сейчас нет, на самом деле, как? Я не знаю, как сказать. То есть... Как ты это делаешь? Нет, мне кажется, вообще в стендапе это... И очень многие люди думают, что вот те, кто выступает в стендапе, они вообще на ходу всё это придумывают. Но это выглядит именно так. Да, есть такая... Так в этом, наверное, и фишка. Создать такое впечатление. То есть, даже если ты знаешь наизусть свой текст, всегда все пытаются рассказывать его так, как будто это вот только пришло тебе на ум. Вот. А так, естественно, ты знаешь всё, в принципе, от и до. И, ну, вот ты говоришь, это выглядит как правда. Это и есть правда. Ну, то есть, я всегда рассказываю то, что... Ну, понятно, что в стендапе что-то докручивается. Что-то... Есть какая-то история, я её немножко утрирую, чуть докручиваю, может быть, да? И размышляю над логикой, да? Ищу какие-то изъяны в этом и смешные моменты. Но всё это правда. То есть, это моя позиция. Это так я считаю. Но в то же время, в то же время, когда комику там могут предъявить, мол, вот, ты сказал вот так, значит, ты вот такой. Да нет, я сказал так, потому что я считаю, что так будет смешно. Что это звучит смешно. Что вот если бы это вот так было, то это было бы очень смешно. Так что это вот всё на грани твоей позиции с тем, как её можно утрировать. Слушай, как вообще считаешь, чувство юмора у человека, это врождённое, или как-то можно его развивать? Нет, однозначно это можно развивать, однозначно. Вообще сто процентов, потому что есть примеры точно прям среди моих знакомых, там, друзей, которые занимались, то есть начинали тем же стендапом. Вот у нас в стендапе, да, там в Рязани есть ребята, которые начинали заниматься, и я прям смотрел и думал, ну, что-то прям вот, да, ребята. Вот, а они просто ходили, 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 и потом ты смотришь, как они растут, они понимают, как пишется юмор, понимают, перестают бояться сцены и держатся очень уверенно, и всё это приходит вообще. То есть они потом ходят, и вот смешно, не смешно, да, смешно, не смешно. Или какие-то курсы у нас есть для того, чтобы прийти и научиться делать смешно. Вообще, вообще, и есть такое, ну, как сказать, я не знаю, опытные комики, я беру, так сказать, с них черпаю эти все фразочки, но это действительно так, что 80% выступления комиков, они неудачные. То есть чаще всего комик выступает неудачно, потому что ему приходится проверять очень много сурового материала. То есть я же должен как-то проверить. Вот я что-то придумал, да, и пока я не покажу это зрителю, я не пойму, смешно это или нет. Ну, я, конечно, есть какая-то внутренняя редактура, но однако же. То есть я прихожу, выступаю, не очень, опять выступаю, не очень, что-то исправил, не очень, оп, стало получаться, еще накрутил. И то есть я там сделал 7 выступлений средненьких, чтобы было одно хорошее. Так что это, я забыл, что ты спросила, поэтому рассказал об этом. Я, честно говоря, тоже забыла, что ты спросила. Я что-то только думаю, так, а к чему я, к чему, господи, я не помню. Ну, главное, что я думаю, все равно в тему. Наверное, наверное, это мы увидим, когда посмотрим телеканал «Город». Да, вот, кстати, не можешь ничего там симпровизировать? В какую-нибудь тему, давай тему придумаем. Ну, это так, ну, нет, ну, давай попробуем. Но я не уверен, что это получится круто. Ну, у нас будет эксклюзив, у нас будет эксклюзив. Ну, ну, давай попробуем. Ну, вот ты рассказывала про женщин, что женщины не бывают несерьезными. Не знаю, какую-нибудь, давай еще больную такую тему. Нет, женщины, наоборот, не бывают... Женщины не бывают несерьезными. Несерьезными. А, все правильно сказал, да. Ну, нет, ну, это тоже все же, как сказать-то. Я больше шутил над серьезностью в целом, да. То есть вот меня напрягает больше серьезность, которая... Вообще, я говорю, вот началось все это, вообще, вот этот блок про серьезность. Мы с моим другом Андреем Тарарой заметили такую особенность. Вот в клубах все люди стали отдыхать, да. То есть вот вроде в клуб человек приходит, а он приходит абсолютно серьезно, и он, здравствуйте, можно отдохнуть тут с ребятами? А знаешь почему? А потому что, наверное, все снимают, потом выкладывают, страшно. Нет, это потому что какой-то вот у тебя есть... Ну, Россия еще, да, мы тут любим все немножко пафоса добавить в своей персоне. И даже если ты ничего из себя не представляешь, то надо сделать очень серьезный вид, да, одеть рубашку и стоять. И вот эта веселуха в клубах, да, когда кто-то стоит со стаканом, и все. И в этом веселье. Вот. То есть вот над этим, наверное, комичность, что зачем ты так веселишься, к чему это серьезное лицо вообще? Как кто-то сказал из великих, что самые как-то, самые бестолковые поступки делаются с серьезным лицом. Вот. Есть такая вот. Нам это не грозит. Да, мне точно. Как развлекаешься, кстати, вот, несерьезно? Развлекаюсь? Отдыхаешь? Отдыхаю. Я не знаю. Я люблю очень живую музыку, рок-концерты и вот такое. Очень люблю ходить на какие-то фестивали, выступления. Вот. Меня прям это драйв вот этот. Ну, это вот я на самом деле тебя помню. Как говорится, еще маленьким. Господи. Я помню тебя, да, маленьким. Хочется спросить, а сколько тебе лет? Ну, как-то вот. Ладно. Не будем об этом. Хорошо. Я помню просто группу «Кактус». Да. Вот. Касаемо рока, касаемо выступлений. Как это вот еще существует, все это в твоей жизни? «Кактус». «Кактус», да. Ну, мы решили это назвать каким-то творческим отпуском. О, да, творческим отпуском. Потому что у нас Лера, девочка, которая пела, она уехала в Москву. Муж, ребенок. Все серьезно. Ну, ты поняла, да. Серьезная, не рок-н-ролльная жизнь. Вот знаешь, когда мы поняли, что рок-н-ролл закончился? Когда Лера сказал «Я выхожу замуж»? Нет. Она уже вышла замуж и родила ребенка. И мы давали концерт в Москве. Вот. И она... Надо было выходить на сцену. Мы стояли за сценой. Там полный зал людей. И мы забегаем с Андреем Старарой тоже за сцену. И говорим «Лер, Лер, пойдем». Она стоит с молокоотсосом и говорит «Сейчас мне надо сдаиться, а то я лопну на сцене». И вот тут мы поняли, что рок-н-ролл закончился. То есть как бы... Ну, это уже немножко не то. Ну, а так нет. Мы все равно общаемся. И у нас есть недописанный материал, который нам очень хочется дописать. Потому что у нас даже есть на это деньги. Я ему больше скажу. То есть лежат деньги, лежит материал. Беридо делал. И Лера. Лера. Лера тоже лежит. Ну, в смысле, там, где-то в Москве. Вот. Но все здорово. Я думаю, что мы обязательно это допишем. Вот. У ней все равно... Знаешь, у нее такой... Раз, там, не знаю, в пару месяцев она пишет, мол... Ребята, надо все вернуть. У ней вот загорается, видимо, я не знаю, что там... Надо все вернуть. Кто начал с музыкой, он никогда не закончится. Это люди. Все. Крест на них ставь. Ну, в таком смысле хорошем. Слушай, ну, крест на тебе точно ставить не буду. Вот, желаю, чтобы рок, рок-н-ролла, музыка обязательно вернулась. И там, да. Вот. Ну, и, конечно, желаю тебе любых творческих успехов. Удачи на следующем туре. Спасибо, что пришел в студию. Пожалуйста. Вам спасибо. Было круто. Было круто. Телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был, как мы договорились, да, Тема Филимонов, участник программы «Открытый микрофон». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!